Я подготовил объект, это простой plane, наложил текстуру, чекера, развертку. Что я сейчас делаю? Я уменьшаю в два раза по высоте развертку. Сейчас я покажу как. Находим модификатор UX4 и по вертикали, в данном случае по вертикали, уменьшаем в два раза. Теперь проверяем развертку. Вот она. И растянем текстуру, в данном случае вполне очевидно, то есть вот причина почему мы сжали развертку в два раза. Теперь мы этот объект экспортируем в Substance. Развертка видна. Вот она. Так, теперь возьмем, скажем, нормальку эту. Вот так. То есть она, несмотря на то, что здесь у нас типа нет развертки, но фактически, как я понимаю, Substance, вот этот самый кусочек нашей развертки, вот он. То есть нанося текстуру таким образом, на такую развертку, Substance компенсирует сжатость текстуры. Ну ладно, давай сейчас экспортну, сразу покажу. Вот как выглядит текстура, если мы смотрим на нее не на объекте в Max, а просто как текстура, скажем, в файле, там в папке, где мы сохранили текстуру. Такое ощущение, что все вот, видишь, растянутое, все сжатое какое-то. Но если мы открываем Max и смотрим, как она применена на Plane, то видим вот следующее. Получаем адекватную развертку здесь. Но, опять-таки, если мы рисуем не в BodyPaint или в Substance Painter, а просто применяем к этому объекту текстуру, поверх такой развертки сжатой, то мы всегда получим искаженную текстуру. И то же самое в Substance Painter. Если мы применим сейчас какую-то текстуру, скажем, давай мы это удалим, ну здесь закроем так. Ну, в принципе, давай бросим сюда. То есть, то же самое, как и в Max, она искажает. Чтобы она правильно отображалась, нужно здесь... То есть, чтобы она, эта текстура адекватно отображалась здесь, то по одной стороне текстура должна быть в два раза меньше или в два раза больше, чем в другой стороне. Скажем, если здесь поставим 10, то здесь поставим 20. Вот. То есть, чтобы нам компенсировать в Substance Painter эту развертку такую искаженную, нам нужно учитывать этот момент и в настройках текстуры в таллинге задавать в одних из параметров два раза больше или два раза меньше. Теперь я покажу на примере запекания текстура, как это все будет выглядеть и как это работает. У нас тот же самый Plane с той же самой разверткой. Вот. Сейчас мы... У нас здесь Floater. И мы запечем эту текстуру. Вот. Запечем Normal. Вот. Текстура запеклась. И, как мы видим, как и в случае с Substance Painter, если мы смотрим после сохранения текстуры, мы видим, как бы текстура сжатая. Да? Но это все компенсируется и в самой программе 3ds Max, допустим, все отображается правильно, то есть без искажений. Вот. Как это все выглядит в Max. В данном случае уже ничего не нужно трогать в настройках материала, касательно таллинга, там уже будет давать нам ненужный результат. То есть программа сама уже автоматически после применения текстуры все это учитывает. Искажения, все. Вот. И в данном случае нам таллинг не нужен. Просто назначаем текстуру и оставляем все как есть. Вот. В принципе так. Так. Так.